Я приветствую всех гостей и подписчиков своего канала на канале очередная премьера и впервые мое общение на канале Александр Шелест с несравненным Станиславом Белковским. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Александр. Все бывает когда-то в жизни первый раз и даже Белковский. Да, даже Белковский. Кстати, друзья, в телеграм-сообществе есть канал по фамилии Белковский. Найдите, подпишитесь. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Масса всего интересного. Ну и, конечно, соотносите то, что это вполне возможно даже именно мой гость пишет и сообщает. Ну, я с удовольствием сам читаю этот канал. Он мой любимый. Чарпаю оттуда массу информации. А пишет туда, скорее всего, искусственный интеллект, созданный при использовании моего генетического материала. Блестящая реклама телеграм-канала. Присоединяйтесь, в общем. Станислав, начать я предлагаю нашу беседу с Байденом, который, ну просто как гром среди ясного неба, разразился заявлениями о том, что военные Соединенных Штатов Америки будут защищать Тайвань. И если Китай все-таки посягнет на, собственно, их суверенитет, целостность. Китай тоже реагирует очень резко. Говорят, что мы сами будем решать. В общем, страсти накаляются. К чему бы это? К выборам. К промежуточным выборам в Конгресс США, которые намечены на 8 ноября. И здесь Байден должен собрать волю в кулак и решить сразу массу вопросов. С точки зрения американской политики даже более важными являются вопросы о закрытии тюрьмы Гуантана в Монокубе. О чем давно шла речь. Где заключенные, кажется, подвергаются пыткам, поскольку тюрьма, хоть американская, не находится на территории США. И поэтому на ней не распространяются в полном объеме американские законы. Значительная часть избирателей Байдена обеспокоена этим вопросом. Хотя самый важный вопрос, который, кажется, Джозефу Байдену удалось решить. И это несколько повышает акции его демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс. Это цены на бензин, которые в среднем снизились за последние два месяца с 5 долларов за галлон до 3,7. Почти на 30%. Это очень существенное достижение. Чего в условиях роста мировых цен на нефть и неблагоприятных колебаний добиться было непросто. Но и во внешней политике Джозеф Байден должен показать, что он твердо и неуклонно идет курсом защиты демократических ценностей от авторитарных режимов. Это отражает его риторика по Украине. И предупреждение Владимиру Путину о том, что не надо даже думать о применении ядерного оружия. Ну, а в связи с Тайванем это ответ на утечки из китайских властей о том, что они собираются решать проблему Тайваня военным путем в 2027 году, то есть через 5 лет. Будут или не будут, неизвестны. Я вообще считаю, что действительно Тайвань уже должен Украине откат как минимум процентов 30 от всей финансовой и военной помощи, получаемой от США и их союзников, поскольку именно спецоперация Z, столь неудачная, провал Блицкрига Российской Федерации, показал, что высадка китайцев на Тайвань от них не будет успешной легкой прогулкой. И уже написаны большие аналитические тексты о том, что это будет гораздо сложнее, чем, например, операция Оверлорд, то есть высадка союзников Нормандии во время Второй мировой войны в 1944 году. То есть, что Китаю не нужно торопиться решать проблему Тайваня военным путем, хотя бы потому, что может завязнуть в этом вопросе точно так же, как Россия завязала в Украине. И последствия для Китая могут быть такими же неблагоприятными. Ну, поэтому тут Украина дала пример всему миру, она показала, что, оказывается, можно сопротивляться большей грубой физической силе, и что здесь психологические факторы имеют огромное значение, не меньше, чем, собственно, материальные. И, собственно, это во многом и подталкивает Джозефа Байдена двигаться в этом русле, потому что Соединенные Штаты не давали Украине вооружений до 24 февраля нынешнего года, потому что не верили в то, что Украина сможет сопротивляться Российской Федерации в случае вторжения последнего. То есть, сценарий с Блицкригом считался максимально вероятным не только в Кремле, но и в Белом доме, в Вашингтоне. И когда Украина показала, что она будет сопротивляться, в первую очередь, силой воли и духа, тогда она и получила вооружение. Вот с Тайванем уже ситуация ровно обратная. Тайвань получает вооружение еще задолго до возможного китайского вторжения, и огромную позитивную роль в этом сыграла, безусловно, Украина и ее успехи на фронтах. Санислав, но здесь ведь какая-то ревность, что ли, Байдена к Тайваню у украинцев может проснуться. Что значит, американские военные будут физически защищать Тайвань в случае вторжения? А с Украиной что? Ни шагу, нога не ступит на украинскую территорию. Это говорят и в НАТО, это говорит и сам американский лидер. Почему такая разница? Потому что Китай гораздо важнее для США, чем Россия. И сдерживание Китая куда важнее. Кроме того, Байден понимает, что его предупреждения в Пекине будут услышаны, независимо от того, как формально, риторически будет Пекин реагировать. Да, Китай в очередной раз заявит и, кажется, уже заявляет, что это не ваше собачье дело, и мы сами разберемся. Но Джозеф Байден только что сказал, что если Китай будет помогать России обходить санкции, то американские инвестиции в Китайскую Народную Республику прекратятся. Эта угроза действительно страшная. Китай борется вторичных санкций США. Вообще весь Китай в ее нынешнем виде, весь этот дракон, возрос на китайских инвестициях. Сначала он возрос на плане Хенри Киссингера, продавленном через Ричарда Никсона о том, что нужно возвышать Китай в ущерб Советскому Союзу. Это была стратегическая ошибка. Во-первых, потому что я лично вообще не верю в долгосрочный успех, так называемый реальполитик, реальной политики. Это немецкое слово, а не английское. Классиком, который считается неумирающей, ему уже скоро сто лет, в прямом смысле этого слова, Хенри Киссингер. Потому что, когда ты кормишь монстра, этот монстр обязательно потом пойдет войной на тебя. И как минимум больно тебя покусает, а как максимум съест. Поэтому идея ослаблять Советский Союз с помощью Китая была тактически успешной, но стратегически пройвышной. Второй виток поддержки Америки и Китая, и вообще становления Китая как большой глобальной силы, это 90-е годы при демократах Уильяма Джефферсона и Клинтоне, который в свободное от Моники Левинские сигар время, сделал все возможное, чтобы объяснить американским инвесторам, дескать, Китай наше будущее. Я читал эти упорительные совершенно, офигительные инвестиционные обзоры еще в начале 90-х годов в Америке, о том, что вот Россия говно полное, а от Китая надо вкладывать это все за этим будущее, и по мере экономического роста и экономических реформ в Китай придет и демократия евроатлантического образца. Естественно, все случилось ровно наоборот, потому что скептики предупреждали, что Китай другая цивилизация со своими законами, а экономический рост никак не коррелирует с демократией. Он может способствовать развитию демократии или может способствовать развитию авторитаризма. Нередко экономический рост бывает максимальным по мере становления авторитарных режимов, что было и в России в первом десятилетии 21 века, и в Турции в первое десятилетие правления Раджа Патайпа и Эрдогана. Потом все это сменилось попадением, но когда авторитаризм нередко подводит черту под хаосом неким, создает стабильную среду для инвесторов, а инвесторы туда и идут, не думая о том, что укрепление авторитаризма потом обернется против них. Это еще раз показывает, что все эти инвестиционные сообщества, бизнесы и так далее никогда не могут рассматриваться как источники далеко идущих политических и тем более моральных оценок. Они работают на свой карман. Кому повезло, тот выскочил вовремя, не повезло, не вовремя, но они никак не соотносят свою деятельность с идеалами демократии и свободы. Поэтому сейчас Байден хочет предотвратить некий аналог спецоперации Z на Тайване, чего он не смог сделать в ситуации с Украиной, поскольку если Китай уже вторгнется на Тайвань, то, конечно, вводить туда большие американские силы перед лицом угрозы ядерного конфликта будет сложно. Поэтому, опять же, Байден извлекает уроки из спецоперации Z. Он не верил, что Украина выстоит, он считал, что она падет, что она перейдет под российский контроль и потом все равно будут уничтожающие санкции, но не будет сам стоять вопрос о том, кто у власти в Киеве. У власти в Киеве будет Путин. А сейчас, когда за 200 с лишним дней не войны выяснилось, что у власти в Киеве Путина точно не будет, даже если он добьется еще каких-нибудь успехов на фронтах, то, конечно, позиция Америки меняется, но с задним умом крепок не только русский человек, но и американский. Поэтому возможности менять свою позицию по Украине у президента США несколько ограничены. Да, благодарю за этот комментарий. А что касается Патрушева, который как раз-таки прибыл сегодня в Китай, будет встречаться с руководителями политбюро. Но как-то вот формулировка такая странная, да, вот о стратегической безопасности. Вот такие консультации его ждут. И, собственно, ну как продолжение встречи Си и Путина. Чего ждать от этого визита и о чем это вообще? Ну, встреча Си и Путина на саммите шанхайской организации сотрудничества в Самарканде показала, что совместная повестка не так велика и глубока. Ясно, что Китай не будет рисковать ничем ради России. И в конечном счете, в среднесрочной перспективе, я скорее вижу вариант договоренности между Китаем и США о как бы разделе России. Не физической территории, конечно, а сфер влияния и интересов на российской территории. То есть Китай скорее сдаст Россию и Америке, чем сплотиться с Россией в бесплодной борьбе с мировым гегемоном. Он уже к позиции Китая традиционно оборонительный, он хочет защитить себя. А коммунистический режим хочет предотвратить собственное падение, что ему в долгосрочной перспективе не удастся. Китайский коммунизм обречен. Вопрос, когда это случится. Но, естественно, по мере нарастания ощущения, что так и будет у самих китайских коммунистов, они сопротивляются все активнее. Здесь еще отдельным вопросом является октябрьский съезд ЦК КПК, на котором нынешний председатель Си Цзиньпин должен быть избран на третий срок. Такого еще не было в постмаоистской истории Китая. Китай тяготел к определенным нормам ограничения личной власти, поэтому персонализация правящего режима в Китае – это большой вопрос и для самих китайцев. Внутри КПК ему есть существенная позиция, поэтому еще неизвестно, как пройдет 20-й съезд. И сам Китай переживает сегодня тяжелейший экономический кризис. Это выражающийся и падение юаней, и катастрофе буквально на рынке недвижимости и ипотеки. У Китая много проблем. Ему сейчас дополнительные российские проблемы вешать на себя не надо. Поэтому, я думаю, визит Николая Патрушева будет носить во многом формальный характер, никаким тектоническим сдвигом в системе обеспечения безопасности мира и даже евразийского Хартленда он не приведен. А тектоническим можно назвать уже свершившийся прилет Пелосе в Ереван? Ну, тектоническим вряд ли. Он просто подчеркивается в крах и развал ОДКБ – Организации договора о коллективной безопасности, который формально еще будет существовать какое-то время. Но уже очевидно, что своих функций, защиты своих членов, он выполнять не будет. Потому что, собственно, Армения… Ну, казахстанская эпопея января нынешнего года была во многом, опять же, ритуальным и театрализованным действом, мистерией, так сказать. Потому что малочисленные силы ОДКБ не решали никаких военных задач на территории Казахстана. Их присутствие было таким символико-психологическим. Они только охраняли какие-то объекты там и в красивой экипировке позировали перед камерами. То есть это ТикТок-менеджмент, которым любит пользоваться также Рамзан Ахмадович Кадыров. До спецоперации «З» казавшейся реальной военной силой. И здесь то, что это оказалось не совсем так, тоже большая заслуга Украины. И вообще спецоперации «З» в целом, что Рамзан Ахмадович как-то в тылу предпочитает воевать. И там одержит свои победы. Ну, как, собственно, и Росгвардии и прочие спецподразделения Российской Федерации, которые исключительно сильны в борьбе против безоружных митингующих, протестующих и, собственно, граждан. А как на реальную войну не попадают, так выясняют, что они стрелять не умеют. И вообще, так сказать, они не для того предназначены, действительно не для того. Это чистая бравада, что, так сказать, они могут быть как-то полезны на войне. Вот там тогда, в январе 2022 года, все, собственно, силовые задачи решали казахстанские войска. А сейчас, когда, как мы знаем, Армения обратилась к ДКБ с просьбой о физической защите, и это соответствует уставу ДКБ, и ДКБ защиты не предоставил. Не предоставила, потому что организация-то она, и в ней как раз проснуло что-то мягкое женское, как сказал бы Владимир Владимирович Маяковский. И в этот момент отправила туда совершенно бессмысленно генерального секретаря, моего тезку Станислава Зася. Белорусского генерала, чтобы он разведывал обстановку на месте. Зачем разведывать обстановку на месте в эпоху интернета, непонятно. Там и так все ясно более чем. Если так же спутники существуют, которые я прекрасно оцениваю. Для Армении стало понятно, что все, Россия больше не может быть военной крышей. И, собственно, война 2020 года, когда Россия не защищала Армению, то есть ДКБ фактически есть Россия, Россия не защищала Армению под предлогом того, что Карабах это международно признанная территория Азербайджана, то есть она находится за пределами ДКБ, ну хорошо, понятно. Хотя так же было понятно, что Россия во многом стимулировала Азербайджан к этой войне, и Турцию, поскольку спецслужбы России полностью были на стороне Азербайджана, построившего в Москве целую лоббистскую инфраструктуру на протяжении десятилетий. В общем, Армения не получала никакой разведывательной информации, которая позволяла бы ей подготовиться к этой войне. Ну, здесь, конечно, сказался субъективный неприязнь Владимира Путина к Николу Пашиняну, пришедшему в власти в результате армянского Майдана, что, конечно, очень плохо с точки зрения российского правителя. А потом он еще и посадил в тюрьму личного друга Путина, Роберта Кочаряна, бывшего президента Армении, и это был второй черный шар Пашиняна. Но сейчас-то уже речь идет не о личных симпатиях и антипатиях, ибо после перемена мира 2020 года на крайне невыгодных для Армении условиях уже Ереван-Палмитск московским ногам, и тут выяснилось, что эти ноги, так сказать, можно целовать сколько угодно, но они уже мертвы, как говорилось в фильме «Матрица». Поэтому, да, визит Нэнси Пелоси, ясно, что только Америка может спасти Армению, в общем давление на Эрдогана, в первую очередь и через него, поскольку давить на Эрдогана Путин не может, он сейчас слишком от него зависим. По разным вопросам. Впрочем, Эрдоган тоже зависим от Путина, потому что даже эти газовые договоренности со скидкой 25% и оплаты части газа в рублях и падающих в турецких лирах, да, это все должно помочь турецкому лидеру выиграть выборы в 17 июня 2023 года, исход которых до сих пор не очевиден. Вернее, очевидно, что если бы они стоялись в это воскресенье, Эрдоган бы поиграл. И он, конечно, должен принять титанические усилия, чтобы этого не случилось, поскольку тогда накринется все построенное им здание авторитарного, полуавторитарного режима. Не совсем авторитарного, не такого, как в России. Там, как мы знаем, мэрами крупнейших городов являются настоящие оппозиционеры. И на полном серьезе оппозиционер может выиграть Эрдогана, например, мэр Анкары Мартис Мансор, я ваш, представитель кемалийских сил. Но, тем не менее, это не в чистом виде демократии. И проигрывать лидер такой системы не может себе позволить. Вот, поэтому, да, так сказать, и война от Киргизии с Таджикистаном, здесь неожиданно на фоне как раз саммита ОДКБ, все это показывает, что спецоперации ЗЭД Владимир Путин не сохраняет империю на постсоветском пространстве, а добивает ее. И вот так уже почти не было. Но когда выяснилось, что не существует никакой второй армии мира, что в России нет никаких военных ресурсов, что наводить ужас она может только в пропагандистском поле, и этот ужас рассосался, да, тут все, так сказать. Россия как силовой модератор постсоветского пространства больше не актуальна. И это уже никак не зависит от ситуации на украинских фронтах. Станислав, удары сегодняшние ночные по Запорожью, 8 ракет прилетело, ну и ракета, которая взорвалась в 300 метрах от ядерного блока Южноукраинской АЭС. Достаточно резонанснейший вот именно этот удар, и даже Зеленский публикует видео прилета. Это что-то новое? Да, конечно. Или все-таки вот это вот повышение ставок, оно сейчас контролируемо? Ну, это не повышение ставок, это смена тактики. Кстати, естественно, объектом обстрела была не Южноукраинская АЭС, хотя она была в опасной зоне, а Александровская ГЭС, ее, собственно, Россия пыталась уничтожить, она там находится неподалеку. Поскольку российские войска не имеют возможности наступать, в Украине на сегодняшний день нет ресурсов, ни человеческих, ни технологических, то есть вооружения недостаточно, и тут фантастические вещи, как там для Херсона, для спецназа в Херсонской области собирают 500 тысяч рублей для закупки какого-то амуниции. 500 тысяч рублей, это по нынешнему курсу сколько там, 8 тысяч долларов, чуть меньше, то есть их нет в Российской Федерации, их надо собирать в интернете. Среди прочей амуниции для Херсонского спецназа фигурирует 2 килограмма ладана, 8 пачек свечей и 40 икон. Видимо, остается только молиться этому Херсонскому спецназу, других надежд на боевые успехи нет уже. В этой ситуации в России переходит к интенсивному уничтожению объектов критической инфраструктуры Украины, в первую очередь в энергетике, электростанции, подстанции, линии электропередач и так далее. И вот, собственно, мы видим резкую интенсификацию ракетно-бомбовых ударов с этими целями. Но, как бы, зайдет все, насколько далеко, и что хочет Путин взамен? Путин приходит к войне на истощение. В принципе, это его любимый стиль. Ну, Блицкриг провалился еще в феврале, значит, в раннем случае, в начале марта. С тех пор никого плана Б не появилось. Сейчас становится понятным, что масштабное наступление больше российских войск уже за пределы занятой Эмизоны невозможно. Ну, если возможно, то при какой-то смене. Поэтому что нужно? Нужно брать измором. Как он берет измором Запад своим энергетическим и продовольственным шантажом. Замечу, кстати, что, естественно, как я и предполагал, в Самарканде ему не удалось уговорить Эрдогана отменить зерновую сделку, поскольку зерновая сделка ужасно нужна самому Эрдогану. Опять же, чтобы повысить свои акции в преддверении не очень понятных для него президентских выборов. А своя рубашка Эрдогану, как и остальным, ближе к телу. Как почти всем остальным. Знаете, есть такая шутка, как почти у всех людей у него были отец и мать. Почти для всех людей. И поэтому, значит, надо бить, с точки, я не путь, надо бить, бить и бить по критической инфраструктуре, пока Украина не останется без света, воды, пока не будут, так сказать, точно сорвать сделку по обмену электроэнергии на газ с Европой, канонсированную. Владимиром Зеленским, по-моему, несколько недель назад в ходе очередного визита в Киев польского президента Анджея Дуда. Вот все это, так сказать, нужно сделать так, чтобы Украина настолько устала от войны, настолько ощутила тяжесть своего положения, чтобы, в принципе, согласилась на мир, фактически предполагающий переход ныне оккупированных Россией территорий под РФ-контроль. При этом, естественно, это все делается в крайне неблагоприятных условиях еще, потому что срывается для Кремля, потому что явно срываются планы аннексии. Пусть к летам Кремль твердо шел на то, чтобы аннексировать 22% украинской территории, проведя референдумы об этом в четырех регионах Украины, а может даже и в пятом в Харьковской области, или 11 сентября, а потом был перенесен 4 ноября. Но сейчас, когда населению этих регионов становится понятно, что лозунг России навсегда фейковый, как и вооруженные силы Российской Федерации во многом, то как-то в этой ситуации это даже дело не независимо от вопросов безопасности, просто кто же пойдет на эти референдумы. А подсунуть украинцам заведомо ерунду в качестве результатов референдума Кремль не может, поскольку даже при всем своем ослеплении и кадровой профессиональной деградации кремлевских начальников, они понимают, что украинцы все-таки привыкли к каким-то честным свободным выборам, не так, как россияне. Поэтому сказать, что там 80% их проголосовал за переход под российскую юрисдикцию, крайне не голосовал никто, это уже явный перебор. Поэтому что остается? Остается сделать так, чтобы Киевский, оставшись без критической инфраструктуры, сам попросил мира. Вот это и есть система тактик Владимира Путина на нынешнем этапе пресловутой инии войны. Ну да, это как-то смахивает на ФСБшные взрывы домов и, собственно, стиль один и тот же. Можно это констатировать. Собственно, уже спецоперации в чистом виде, это же не война с наступлением, потому что я говорю, что вот план Б наконец возник. Его несколько месяцев не существовало в надежде на то, что все само собой решится. Киев попросит мира, потом одновременно Вашингтон надавит на Киев и, так сказать, как-нибудь все завершится к вязчему удовольствию Владимира Путина, что позволит ему взять паузу, существенную передышку, а потом вернуться к вопросу об отсечении Одессы и Николаева, захвате Одессы и Николаева сухопутном коридоре на Приднестровье и так далее. Сейчас-то нереалистично, и он, да даже он это понимает. Ведь, понимаете, что зэков-то набирают по темам на войну не от хорошей жизни. Мобилизационного ресурса нет в Российской Федерации, но, так сказать, ему, он считает, что после нескольких месяцев паузы что-нибудь еще изменится, и он сможет пойти в наступление снова, опыта, поэтому задача спецоперации за это все-таки уничтожить Украину в ее нынешнем виде не отменена. Хотя главной целью, естественно, остается обрушение американо-центричного мира, и Владимир Путин считает, что он близок к достижению этой цели. И вот, например, уже Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, на какой-то тайной сходке в деревне заявил своим соратникам, что Евросоюз в скорости развалится, а война в Украине продлится до 2030 года. Это вполне отвечает путинским представлением о предмете, что все умрут, а он останется, может долго воевать. И Украина, в результате, все равно потеряет то треть, то ли треть, то ли половину своей территории. Но главное, Евросоюза не будет. И не будет как бы американо-центричного мира. А эти все слова, это, собственно, они отражаются в голове Путина радостным колокольным звоном. Есть мнение, что Украине нужно открывать второй фронт с Белоруссией. Мол, тогда там есть и поддержка, и местное население, сверхнут диктатора, и забрать у Путина Беларусь было бы феноменальным унижением и феноменально здорово бы выглядело в борьбе против Российской Федерации. Что вы думаете об этом? Это красивый план, но я думаю, что пока его не нужно обсуждать в практическом измерении, поскольку Украина тоже не так много сил, чтобы воевать на всех фронтах. К тому же прямой причинно-следственной связи между наступлением на Белоруссию и падением Лукашенко нет. А кроме того, Украина находится на тотальной моральной высоте, на моральном Эвересте, пока она ведет оборонительную войну на своей территории, а не наступает на чужую. А если она вторгнет в международно признанные пределы другого государства, как бы мы не оценивали сегодня Республику Беларусь в качестве сателлита Российской Федерации, это уже совсем другого и дело, и может быть много возражений, и в том числе это может негативно сказаться и на поставках западных вооружений и других формах помощи. Сейчас, естественно, для Украины объективно важно вести наступление на занятых российскими войсками территориях, в первую очередь в Херсонской и Запорожской областях, во-первых, чтобы в корне предотвратить возможности российского наступления, ибо еще месяц назад до Харьковского фиаско весьма позорно и унизительно, что было признано всеми, в том числе горячими фанатами спецоперации Z, но не признано, конечно, Владимиром Путиным и его Министерством обороны и Генштабом. Это признают и все, и Рамзан Кадыров, Евгений Пригожин и все эти военкоры и военблогеры в огромном количестве, которые желают смерти всему украинскому народу, одновременно утверждая, что он народ братский и вообще часть русского. Ну, Каин же убил Авеля, поэтому здесь я имел честь еще с самого начала говорить, что весь конфликт с Украиной это чисто библейское. Каин должен убить Авеля, потому что Авель заслужил благосклонное внимание Бога Отца, Бог Отец, в данном случае, это США. Каин не заслужил. Но это не отменяет братских отношений Каин и Авеля. И вообще, как только появляется формулировка братские народы, то это к войне. Когда народы живут в мире и согласии, они не считают друг друга братскими. Им и так хорошо. Поэтому вообще брат на брата и шел на всем протяжении мировой истории. И братоубийство это один из самых известных бизнесов в истории человечества. Поэтому братское дело, оно такое. Довольно неоднозначное, мягко говоря. Вот. Так что, но самое главное не допустить никакого... И еще месяц назад были бы реальные планы наступления на Запорожье, взятие Запорожья, что, конечно, меняло бы качественную военную ситуацию, поскольку Россия резко увеличила бы контроль над фарватером Днепра, вот всем, так сказать, бассейном Днепра и создала бы реальную угрозу городу Днепру. Что очень существенно. Сейчас какая-то кажется уже нереалистичным, но очень важно, чтобы Россия оставила планы наступления в этих регионах. И важно продвигаться даже не сильно в Херсонской Запорожке, в областях, то любое продвижение важно уже потому, что оно точно нейтрализует анексионистские планы России, все эти референдумы и так далее. И думаю, что на этом надо концентрироваться. Станислав, а что в Молдове происходит? Протесты, поговаривают, что верхушка элита уезжает потихоньку в Румынию. Может там полыхнуть и, собственно, вывернуться против как раз таки украинского интереса? Ну, вполне может. Я думаю, что Майя Санду, нынешний президент, политически достаточно стабильна. Уже потому, что сам предмет, сам ключевой вопрос последних и президентских, и парламентских выборов в Молдове был очень прост. Вы за Евросоюз или за Россию? Поскольку соотношение людей, которые экономически, молдаван, которые экономически зависимы от Евросоюза и зависимы от России два к одному, вот это соотношение отражает, собственно, результат выборов полностью отражает это соотношение. Большинство молдаван заинтересовано в том, чтобы дружить с Европой и с Кореей, чем с Россией. Вот и все. Поэтому проевропейские силы побеждают, про российские силы проигрывают. Но это не значит, что, во-первых, Илан Шор, известный бизнесмен, известный в первую очередь публично и изначально как муж-певицы Жасмин, он действительно очень крупный комбинатор и махинатор, который, возможно, причастен к течению миллиарда евро через молдавские банки, это, как мы, для Молдавии гигантская сумма, совершенно неподъемная. Деньги у него есть, он сидит в Израиле, он гражданин Израиля, поэтому выдачи оттуда нет. И, так сказать, он пытается инвестировать часть освоенного в создание беспорядков и практически силовые сооружения. Россия в этом может участвовать, поскольку она стимулирует и Гагаузию, и Приднестровье особенно к каким-то активным действиям и Приднестровье. Это для России важно, потому что по инерции в течение нескольких лет она просто потеряет Приднестровье из-за смены поколений и резкого увеличения удельного веса людей не только с молдавским, но и с румынскими паспортами в Приднестровье, которым статус Приднестровья как серой зоны уже не нужен абсолютно. Им нужна легализация Приднестровья в каком бы то ни было качестве, иначе они просто уезжают, хотя бы в ту же Румынию, будучи румынскими гражданами. Молдавия договорилась с Румынией о том, что румынские войска войдут на ее территорию в случае агрессии с Приднестровской стороны, но, естественно, не готовы к никаким превентивным инициативным действиям военного порядка, поскольку президент Сандо не так давно, пару месяцев назад, честно признала, что приспособной армии у Молдовы нет. И вот если бы российские войска в феврале пошли не на Кишинев, а не на Киев, то они бы и были в Кишиневе и подняли бы над административным президентским дворцом российский флаг или Приднестровский флаг. Поэтому там обострение возможно, но, естественно, Россия очень скована своими неудачами в Украине. У нее нет сейчас избыточных ресурсов. Но это Россия постоянно держит в голове. Она скажет, конечно, сделать все возможное, чтобы Приднестровский и Гагаузский плацдармы не сдавать. И если не свергать молдавскую власть, то, по крайней мере, держать постоянно Молдавию в напряжении и под угрозой свержения власти, чтобы Молдова вела себя лояльно и не шла на какой-то углубленный альянс с Украиной в нынешней ситуации. Станислав, что происходит с Пугачевой, Галкиным и обществом российским, которое прочитало пост и, собственно, уже чуть ли не Алла Борисовна новый идейный лидер всех людей, которые войну в Украине не поддерживают. Кто-то жалеет, кто-то ругает. В общем, фурор и обсуждают на всех кухнях, кажется, постсоветского пространства, поступок Аллы Борисовны. Как вы к нему относитесь? Я к нему отношусь очень позитивно. Более того, я пытался его предвосхитить в своих программах. И так и получилось. Во-первых, как раз после моей программы в канале «Живые гости» Максим Галкин был объявлен инагентом, Алла Борисовна выступила со своим политическим заявлением, где она не просто солидаризировалась с мужем, но и осудила спецоперацию «З». Это, конечно, большой прорыв, потому что Алла Борисовна, несмотря на то, что она всегда была весьма независимой в оценках и осуждениях, все-таки никогда не шла против власти. Ни против советской власти, ни против власти ни при Борисе Ельцине, ни при Владимире Путине. Хотя отношения с Путином у них всегда были плохие. Вот Ельцин к ней хорошо относился. И на 50-летний юбилей в 1699 году вручил ей орден заслуги Отечества Второй степени, изысканно кокетничая и флиртуя с ней, ну, что показывал в прямом эфире, в Кремле, сказав, что, конечно, вручил бы орден Первой степени, но он существует в единственном экземпляре, как символ президентской власти. Только у меня, сказал Ельцин. Потом, правда, выяснилось, что при Владимире Путине орден Первой степени утратил этот статус, и вручили всем, кому ни попадя, но Алле Борисовне не вручили. А когда ей исполнилось 60 лет в 2009 году, тогдашний президент Медведев Дмитрий Анатольевич вручил ей орден Третьей степени, что она восприняла как унижение, и прямо в лицо об этом и сказала, что тоже транслировалась в прямом эфире. И сейчас кремлевские источники говорят, что не дали ей орден Первой степени, поэтому она бунтует. Нет, конечно. Она бунтует потому, что ей не нравятся эти люди, и она никогда этого не скрывала. И сейчас, когда возник принципиальный ценностный выбор между Путиным и ее собственным мужем Галкиным, без согласования с женой. То есть позиция Аллы Борисовны была ясна заведомо. Просто она ждала своего часа. Всякий поступок должен быть мотивирован. Это как ответ на присвоение Галкину статусу и на агента такое заявление абсолютно мотивированное и никак не может быть осуждаемо. Алла Борисовна не то, что она моральный или политический лидер сопротивления. Она просто знаковая фигура и в смысле своей многолетней популярности, конечно, несколько снизившейся в последние десятилетия. Да, это не то, что было там в 80-е, даже в 70-е годы 20-го века и даже в 90-е. Но, кроме того, это человек с большой интуицией. То есть для многих это еще и сигнал, что спецоперация Z заходит куда-то совсем не туда, раз Алла Борисовна так открыто высказывается. Станислав, так дадут ей и на агента или нет? Потому что тут господин Толстой, депутат, говорит, не, ну, скорее всего, не дадим агента Алле Борисовне. Вот просто как-то замнут этот скандал, да и все. Или тут уже все прикрыть. Вот я открывал периодически ленту российскую. Всех волнует судьба внучки Гурченко и о том, какой у нее дома срач, какие там тараканы, клопы и бедная там девочка ходит голодной в школу. Вот лента вот этим всем забита. А это специально, чтобы сместить акцент с того, о чем мы говорим, с Аллой Борисовной? Все источники, которые я читал, были забиты вчера Аллы Борисовны как раз. Скорее, чем внучка Гурченко. Нет, я думаю, что ей не дадут и на агента, потому что даже нынешний Кремль с его профессиональной интеллектуальной деградацией понимает, что это перебор. Скорее, действительно, попытаются ее замолчать, перекрыть, сделать вид, что ничего не произошло. Потому что Алла Борисовна это комическая старушка, которая в постсоветские времена уже утратила свою актуальность. А что Кремлю еще остается делать? Это действительно, он пропустил серьезный удар. Не в смысле какого-то политического влияния Аллы Борисовны, которого, возможно, нет. Но в смысле того, что как модель поведения, как артист, который всегда очень понимала прекрасно, артистка, психологию ее, верноподданного народа. Это важно для очень многих, независимо от того, что Кремль там сделает. Всего лишь Алла Борисовна выступила в своем инстаграме, об этом тут же узнала вся страна. То есть ей не понадобился первый канал телевидения, чтобы довести свою точку зрения до большинства. В общем, тут важно не в смысле что это плечет на собой какие-то политические последствия, а в смысле того, что это отражает скорее, что глубинный народ разочаровывается в этой спецоперации Z, где, как сказал великий русский поэт Всеволод Емелин, полгода берут коровника, окружая Бахмута и изюм. Это было еще написано за некоторое время до возвращения изюма в руки Украины, но очень точно отражает, что же народ думает. Где же победоносная вся сила и непобедимый Владимир Владимирович? Как-то все это не стыкуется одно с другим. Станислав, вы в своем телеграм-канале еще раз, ну, в телеграм-канале, который однофамилец Станислава Белковского ведет, там увидел я интереснейший соцопрос. Ну, он полушуточный, но в каждой шутке есть доля шутки. Мол, кто может стать таким же Зеленским для Российской Федерации? Ну, варианты ответов. Дудь, Галкин, Пригожин, Шнур, да, вот так. Скажите, пожалуйста, а правда Россия идет к тому, чтобы у нее появился свой Зеленский человек из медиасреды, который... свой Зеленский в чистом виде невозможно, поскольку в России нет демократии. Все-таки Владимир Зеленский мог прийти к власти только в условиях полноценной демократии. В России все не так, как на самом деле. Вообще Россия стоит на грани тектонической, извините, я уже второй раз употребляю за наш эфир это слово, оно может превратиться в слово паразит, и это надо избежать. Процессов, в первую очередь национального покаяния, которое будет предшествовать собственно формирования новой власти. Я считаю, что Сергей Шнуров до спецоперации Z-DOS тоже мог восприниматься в этом качестве. Евгений Пригожин был добавлен в этот вопрос, поскольку он явно демонстрирует свои публичные политические амбиции. Он хочет быть публичным политиком в отличие от подавляющего большинства членов путинской команды и стало быть на что-то претендует. В соревновании Максима Галкина и Юрия Дудя с большим оправданом выиграл Галкин. Но тем не менее, я считаю, что можно, грубо говоря, снимать сериал, который будет называться в данном случае «Не слуга народа», чтобы не покушаться на авторские права Зеленского, а «Друг народа», например, и раскручивать Галкину как политическую фигуру, к чему, как мне представляется, он абсолютно готов. Надо сказать, что все перечисленные люди к этому абсолютно готовы, но вот народ предпочитает Галкина, значит, так тому и быть. Посмотрим, что из этого получится. Все бы ничего, но вот, например, российские, ну, там, определенные либеральные округи как-то спеть, и там, почему? Да, это странным образом. Некоторые соратники Алексея Анатольевича Навального, в том числе руководители его штабов, запрещенных в России, подчеркиваю, что я обязан по закону так говорить, Леонид Михайлович Волков, говорили, что вот Пригожин мощные фигуры и, возможно, так сказать, не самый плохой преемник Владимира Владимировича Путина. Я не знаю, что их мотивирует, но независимо от того, так сказать, просто так они это говорят или не просто так, это отражает представление о том, что действительно Пригожин выглядит таким великаном на фоне сегодняшних событий. И надо сказать, что он сам активно подпитывает пиар-компании на эту тему. В огромном количестве всяких телеграм-каналов и медиа, естественно, неконтролируемых государством, проводится мысль о том, что вот Министерство обороны и Росгвардия и все прочие полностью провалились на спецоперации. За это вот Евгений Пригожин и номинально никак не связаны с ним ЧВК Вагнера, наоборот, преуспевают. Является самым боеспособным звеном этой спецоперации. И тут еще Пригожин, я уверен, сам публикует это видео из колонии в Мариэл. Ну, то, что это видео постановочно и безусловно, поскольку там видны следы монтажа на нем. Поэтому это не вопреки. В соответствии с волей Пригожина было опубликовано обнародно, чтобы показать, какой он крутой чувак, который может общаться с народом. И даже с самим маргинальными его слоями, еще и потому, что он сам человек сидевший, он зэк, он хорошо знает. А как Евгений Ройзман, известный российский оппозиционер, сказал, за пару недель до того, как против него возбудили уголовное дело, что вообще всякий русский человек на что-то претендующий должен пройти тюрьму, потому что понять русскую душу без тюрьмы невозможно. И вот Евгений Пригожин демонстрирует, что он таки понимает русскую душу и может с ней коммуницировать вербально и орально. Поэтому он активно развивает свою политическую кампанию, которая отчасти является оборонительной, потому что у него много врагов в окружении Владимира Путина. Но и наступательной тоже, потому что, видимо, он хочет как-то укрепить свои позиции и действительно может рассматривать себя как следующего правителя России. Во-вторых, иные амбиции публичного политика у него совершенно очевидно есть, в то время как у самого Путина их нет. Путин не публичный политик, он бизнесмен и чиновник на политической должности. И однажды на саммите еще большой восьмерки, это было лет 15 назад, он проговорился, он сказал, да даже под одной камерой, то есть телекамерой, голова отключается, показав тем самым, что он антипубличный политик. Он может только в тишине и без общественного внимания решать какие-то вопросы, формулировать свои приоритеты. Потому что у настоящего публичного политика только включается голова под телевизионные камеры, вообще когда к нему приковано внимание публичное. Вот Пригожин явно человек, у которого включается голова под телевизионные камеры, он все это доказывает, и как мы видим, даже оппоненты Кремля в какой-то степени им очарованы и зачарованы. Пригожин и Кадыров конкуренты? Конечно, безусловно. Кадыров уже мягко, но не двусмысленно осудил линию на вербовку зеков и отправку их на фронт, сказав, что только добровольцы могут быть эффективны, а зеки сдадут. Пригожин не прав. Но поскольку Рамзан Ахматович играет примерно ту же роль, что и Пригожин, только другого конца, правда у него еще есть существенная амбиция религиозного свойства, он хочет быть неформальным лидером исламской умы России, поддерживать, завязать на себе все коммуникации российских мусульман, как минимум с суннитами Персидского залива. У него еще этот фронт очень важен для него. Поэтому он грозился отставкой со своего поста только потому, что Министерство юстиции внесло в список экстремистской литературы Сахих Аль-Бухари, сборник хадисов исламских. То есть он именно подчеркнул, что он готов пожертвовать своим постом ради того, чтобы сборник хадисов был выведен из экстремистского списка Минюста. Вот такой он правоверный и правильный мусульманин, что его исламские приоритеты для него существенно важнее светских. И он выиграл. Минюст исключил сборник, и Кадыров остался как и ожидалось, естественно, на своем месте. Но поскольку они оба bad guys, такие плохие парни в окружении Владимира Путина и делят в этом смысле одну и ту же нишу, они, естественно, не могут не быть конкурентами, их конкуренция не может нарастать по мере приближения к полному краху спецоперации в ЗЭТ. Помните, я был тезис о нарастании классовой борьбы по мере приближения к коммунизму. Вот тут будет нарастание кастовой борьбы по мере приближения к чему-то другому. Еще более страшному, чем коммунизм. Много сейчас, скажем так, ну, разных слухов о каких-то вот возможных готовящихся переговорах Путина со странами Запада, чтобы каким-то образом договориться по Украине с Зеленским через посредников или напрямую. Как вы видите возможность переговорного процесса? Я ее не вижу никак. Мне кажется, у этого переговорного процесса нет изначального содержания. Главный энтузиаст переговоров это Реджепта и Пардоган, которому они нужны по своим внутриполитическим причинам уже нами нынче обсужденным. Надо выигрывать президентские выборы, а для этого надо быть и с одной стороны великим миротворцем, и с другой стороны победителем в маленькой победоносной войне. И, возможно, она готовится где-то в районе Греции или Кипра. Посмотрим. По всему счету, указующий на возможность небольшого столкновения, весьма небольшого, но весьма существенного. Дальше идет Виктор Орбан, который сам сказал, что вот он-то целиком в замер и вообще все это прекратить, и выражал надежду вот в этом утекшем конфиденциальном обсуждении с соратниками в деревне, что вот сейчас 25 сентября выборы в Италии, по их итогам будет сформировано правое правительство, и это правое правительство тоже может прекратить санкции ЕС против России и пойти на переговоры. Действительно, внутри этого права правительства будет Матео Сальвини, лидер партии Лига, который настроен на переговоры с Россией и благосклонен к Путину, но премьером министром будет, видимо, представитель партии братья Италии Джорджи Мелони. Тут очень показательно, что дама является представителем братьев Италии, что еще раз подчеркивает гендерное равноправие и стирание всех всяческих границ между братьями и сестрами. А Джорджи Мелони настроен очень критически по отношению к Кремлю и поддерживает Украину всецело. Поэтому я не думаю, что при премьер-министре именно Джорджи Мелони, а не Матео Сальвини, который будет младшим партнером в коалиции, как-то качественно позиции Италии изменится в российскую сторону, хотя отдельные подвижки возможны. Но в целом западная элита понимает, что договориться с Путиным сейчас значит проиграть, договориться о чем бы то ни было. Это, естественно, понимает прекрасно Зеленский и украинские элиты, и они на эти переговоры не пойдут. А Путин рассчитывает на то, что вот беря измором и Украину, уничтожая ее критическую инфраструктуру, особенно энергетическую, и евроатлантический мир, он все-таки заставит пойти на переговоры, так сказать, иномерно подчетных для него условиях сейчас открывающие возможности для нового наступления в следующем году. Вот картина выглядит так. Но я не вижу, о чем Путин и Зеленский могут между собой договариваться, поскольку позиция Путина уничтожить Украину, а позиция Зеленского вывести все войска со всей международной признанной украинской территорией, и у этих позиций нет никакой общей плоской, нет никакого общего пространства в точке пересечения. Ну, это как президент Мексики, да, Абрадор, заявил, что давайте как на пять лет закончим все стрельбы, вообще все оружие, там, прощая оружие на пять лет по всему миру, Папа Римский, Гутерриш и Моди, да, они вот будут гаранты вот этого всего, и, собственно, давайте остановимся, и вот потом оно само как-то рассосется. Он максимально близкий к путинскому видению ситуации, о чем правильно сказал Михаил Подоляк, комментируя это, да, разумеется, Путин так и хочет остановиться там, где сейчас находятся российские войска, де-факто за эти пять лет перевести эти территории под контроль России, даже безо всяких референдумов это можно сделать, ну, просто потому что, если де-факто они будут под контролем российских властей, то там уже будет рубль вместо гривны, русский язык вместо украинского, и образование по российским программам, и замечательно, а потом через пять лет добьем Украину, да. Правда, это можно сделать и раньше, если Путин будет чувствовать себя в силе. А Путин в силе? Сейчас нет. Сейчас у него позиции весьма уязвимые, собственно, и наступление Азербайджана в Армении, и киргизско-таджикская война, случившаяся прямо под саммит, что показывает, что никто не воспринимает его как побеждающую силу. Но сам он считает по-другому, он игрок в долгу, он стаер. Сейчас, да, есть какая-то система неудач, но все равно он будет добиваться своего, добьется, как было всегда. В соответствии с своим неформальным слоганом я вас пережму. Это фраза, которую он сказал Михаилу Касьянову, бывшему премьер-министру, в день отставки последнего февраля 2004 года. Скажите, отмена туристических виз странами Балтии и Польши, которая вступила в силу вот сегодня, ну и, собственно, всех россиян с шенгенами не пускают, заворачивают. Это как-то повлияет вообще на внутриполитическую обстановку в Российской Федерации? Просто вот этот, скажем так, процесс, когда даже Гутерпи, Гереш говорит, ну, считаю не очень хорошим это решение, когда часть европейцев за, часть европейцев против. А что россиянам от вот этих решений и невозможности, ну, разве что транзитом только в Калининград проезжать через вышеупомянутые страны? Насколько это своевременно и серьезное решение? Я, естественно, я не сторонник этого, тем более, что всегда выясняется, что именно многочисленные друзья и соратники Владимира Путина, на них эти ограничения не распространяются. Они все имеют виды на жительство в разных европейских странах, а, собственно, этот запрет на въезд, он не касается тех, кто имеет виды на жительство. Многие имеют и паспорта, в том числе европейских стран, и это сегодня является аргументом для некоторых российских олигархов и для Романа Абрамовича, и для Петра Авина, и других судей Евросоюза, где они говорят, что как же можно вводить против них санкции, если они граждане европейских государств? Не может Европа вводить против собственных граждан санкций, и это не исключена победа на этом фронте. К тому я ожидаю с замиранием сердца, смогут ли российские олигархи наладить отмывание денег через Украину. Мы же знаем, что уже Владимир Зеленский руками, устами Давида Арахами хлопотал в суде за Романа Абрамовича по части снятия санкций. Да, уже имя, вот эта история про Михаила Фридмана и миллиард долларов, я думаю, что она не точна в деталях, но концептуально она верна, что многие российские олигархи готовы там отдать часть своего состояния Украине при условии снятия с ней полного санкций как с ангелов мира и справедливости. Если это случится, то это будет колоссальным моральным ударом, мне кажется, Украины по самой себе, потому что, ну что ж, простые россияне не могут ездить в Европу, а те люди, на которых и держался путинский режим долгие годы, у них все хорошо. Они выходят из-под санкций с помощью Украины. Ну, я говорю, я не исключаю, что такие фантасмагогические сценарии могут быть отчасти реализуемы и реализованы. Посмотрим. Там, кстати, стоит вопрос, что деньги, полученные Романом Абрамовичем за продажу Челси, так пока никуда и не ушли. Они находятся в тех же счетах. То есть, Абрамович ему ждет договоренности и отдаст их жертвам украинской войны, только в случае, если ему гарантируют снятие санкций. Ну, странноватенько это будет, поскольку Роман Абрамович при всем к неуважении верный путинец и путинист на протяжении многих лет. Он практически альтер-эго российского лидера, который помогал ковать тот режим, кульминационный день, который частно встал 24 февраля 2022 года. Но для большинства россиян это не имеет значения, поскольку они не выезжают за пределы России, а если и выезжают, то их вполне устраивает Объединенные Арабские Эмираты, Турция и так далее, или Египет. Но в зависимости от достатка. Но для активной части российского общества, максимально критически относящегося к Путину и войне, и не войне, это болезненно. Поэтому можно понять эмоции сопредельных стран, граничащих с Россией, которые боятся нашествия россиян в физическом виде и подготовки каких-то неприятностей. И тут это Эстония обратила внимание на то, что за период спецоперации Z российский туризм в Эстонию вырос почему-то в 6 раз. Ну, вырос он потому, что это стало легко, так сказать, можно легко пересечь сухопутную границу, что в условиях отмены авиасообщения между Россией и Европой очень существенно. А российский туризм в Европу, как мы знаем, сократился на 85% за эти полгода спецоперации Z. Но, конечно, это большой удар во многом по тем, кто негативно относится к Владимиру Путину. То есть, я эти меры могу эмоционально понять, но едва ли могу их поддержать. Спасибо за этот комментарий. Это действительно очень важный, актуальный вопрос прямо сейчас. Очень актуально сейчас, дорогие друзья, мне попросить вас, чтобы вы подписались на мой канал, поставили лайк этому видео и, конечно же, по ссылочке перешли на канал, телеграм-канал, однофамильца Станислава Белковский называется. Еще один вопрос в завершении нашего видео. Я бы очень хотел, чтобы вы на том же канале есть информация, сейчас можно, скажем так, обсудить ее по поводу Российской Академии Наук, где переворот. Один уходит, руководитель, второй приходит, и все это под, скажем так, аккомпанемент санкций и технологической отсталости Российской Федерации, когда и банковские карты по второму кругу, чипы переставляют с одной карты со старой карты на новую. И, собственно, много уже шуток и мемов ходят про там всякие чипы из стиральных машин и других, скажем так, приборов. Это серьезно, то, что сейчас происходит, и российская наука выиграет или проиграет от того, что... Ну, это не правда, это просто демократическая смена власти, которая является, конечно, как и все в современной России не вполне демократической. Уходит нынешний президент Академии наук Александр Сергеев, на смену ему приходит специалист по микроэлектронике, бывший директор завода Микрон в Зеленограде, это центр российской электронной промышленности Геннадий Красников. В принципе, российская наука контролируется планом Ковальчуков и лично президентом Курчатского института Михаилом Ковальчуком. Все это друзья детства и юности Владимира Владимировича Путина. Поэтому в этом смысле власть в науке не меняется. Роли и статус Российской Академии наук неуклонно снижались при Путине. Еще и потому, что когда-то академики подвергли обструкции Михаила Ковальчука и не избрали его с действительным членом. Рабинович, вы член партии, нет я ее мозг. Помните, был такой анекдот. Вот Михаил Ковальчук, не став членом российской академии, тем не является ее мозгом, минуя стадию членства. И, конечно, он мстит Академии наук сознательно и бессознательно. Но его задача взять, во-первых, Академия под полный контроль и избрание Геннадия Красникова отражает эту тенденцию. Контроль Ковальчуков над наукой усиливается. Но главное, что Российская Академия наук всегда считалась в первую очередь центром организации фундаментальной науки. А сейчас фундаментальная наука не нужна, нужно импортозамещение, для которого придуман красивый термин технологический суверенитет. И вот теперь Российская Академия наук в главе с новым президентом сконцентрируется на импортозамещении. Правда, оппонентов была жесточайшая предвыборная борьба между Александром Сергеевым и Геннадием Красниковым. И оппоненты Геннадия Красникова указывали на то, что вот через месяц, а то и быстрее, Россия полностью перестанет выдавать биометрические паспорта своим гражданам. Потому что чипы немецкие, поставки их прекращены, поэтому невозможно более выдавать биометрические паспорта, их запасы заканчиваются. А новые чипы альтернативные импортозамещенные должны были провести как раз завод Микрон имени Геннадия Красникова, и он их не произвел. Поэтому Красников виноват в том, что россияне остаются на неопределенный срок без биометрических паспортов. Но, впрочем, поскольку это не демократическая процедура и всем на все плевать, то, так сказать, именно такой человек и будет заниматься импортозамещением, главное, под контролем несминаемых ковальчуков. Да, Санислав Белковский был моим собеседником. Спасибо вам большое за то, что присоединились. Всем привет, до скорой встречи. До свидания, дорогие друзья. Берегите себя и подписывайтесь. До скорого.